Традиционно напоминаю, что вопросы лучше задавать через приложение, мы на них на все ответим, если не сразу, то в течение дня. Плюс меня можно будет найти на митинг-поинте 15, по-моему, 0-0, если меня память не изменяет. Тоже буду готов пообщаться на тему Marketplace и Bitrix24. Сегодня мой доклад больше посвящен вопросам интеграции с Bitrix24. Я постараюсь привести три реальных, условно реальных примера, которые покажут, насколько легко с Bitrix24 сейчас можно интегрироваться, используя наш огромный REST API. И начну я на самом деле с одной очень большой, как ни странно, боли разработчиков, с которой они сталкиваются, когда впервые начинают работать в нашем REST API. Наверное, все слышали про чудесный протокол авторизации OOF 2.0. Кто слышал про такое? Ой, да все слышали. А кто его поворол? Вот вы понимаете, о чем я говорю, да? Хотя на самом деле протокол, он стандартный, он, в общем-то, не очень сложный. Да, там требуется определенное телодвижение в обе стороны для того, чтобы в конечном итоге ваше приложение получило два токена авторизации. Так называемый access token, который необходимо использовать для вызова REST API, и refresh token, который нужен, чтобы обновлять access token. Время жизни access token — один час. То есть каждый час, если ваше приложение достаточно долго работает с REST, каждый час принцесса превращается в тыкву, нужно ее обновлять. Но засада в том, что refresh token тоже исчезает. У него время жизни подольше, он живет где-то 30 дней, но после этого он устарел, и воспользоваться ему уже нельзя. И вот почему-то вот эта вот схема, когда требуется обновление токенов, она становится сложной для разработчиков, которые впервые с этим дело имеют. Я сейчас постараюсь рассказать про небольшой, ну условно можно назвать, наверное, хак, как, по крайней мере, можно решить проблему изначального получения вот этой пары токенов. Чтобы все, вот вся разработчика приложения, она на самом деле уложилась в два шага. Есть возможность получить сразу из массива request все необходимые токены авторизации. То есть вы их просто хап, вам не надо ничего запрашивать, пользователь вам их отдаст через интерфейс BITX24. Вы эти токены сохраняете, и потом по-простому, на кроне, раз в пару недель, те токены, которые приближаются к периоду устаревания, вы просто будете обновлять в автоматическом режиме. Все, никаких сложностей. Очень простая на самом деле методика. Как это все будет работать на практике? Ну, давайте посмотрим. Заведем локальное приложение. Это то же самое, что приложение для публикации в каталоге. Технологически это ничем не отличающиеся вещи. Мы будем сейчас даже рассматривать кейс так называемого приложения третьего типа, который не имеет интерфейса внутри BITX24. То есть это какая-то внешняя система. Как вы видите, в локальном приложении есть галочка, которая включает доступ только по API. Это означает, что приложение внутри BITX24 не показывается. Вы задаете права, которые будут иметь ваше приложение, и указываете два URL. Первый URL — это, собственно, адрес приложения со всей его бизнес-логикой. А второй URL — это обработчик или страница установки приложения вызывается один раз в тот момент, когда пользователь устанавливает ваше приложение в своем конкретном BITX24. Это как раз тот момент, когда вам нужен хаб, вот эти вот токены, и запомнить их. Сейчас ради цели демонстрации я покажу упрощенный пример, как будто бы мы процесс инсталляции видим вживую, поэтому я вот эту галочку об использовании только API убрал. То есть мы сейчас сделаем приложение, которое будет показываться внутри интерфейса BITX24, но суть это как бы не меняет. Просто мы увидим, какие данные мы вот в этот обработчик передаем, и что с ними делать дальше. Приложение мы будем делать из трех файлов. Вот такой прям вполне себе рабочий кейс. Один файл — это тот самый обработчик, который у нас вызывается один раз, обработчик установки, где мы получаем токены без вот этого сложного полного протокола OUT2.0. Он очень простой. Вот такой вот у него код. Мы по сути берем то, что приходит нам в реквесте, BITX24 внутри интерфейса, когда вызывает приложение или процедуру установки, он прямо в реквесте все авторизационные токены вам отдает. Больше ничего делать не надо. Это вот такой вполне себе легитимный хак, которым я всегда рекомендую пользоваться. Если у вас есть приложение, даже если это внешний какой-то ресурс, сделайте процедуру установки. Нарисуйте там две кнопки. Спасибо за установку. А в этот момент хаб токены и получили. Дальше мы эти полученные авторизационные данные приводим к некому системному виду и сохраняем. Три строчки. Что значит приводим к системному виду? Исторически так получилось, что если бы вы вдруг реализовывали в своем приложении полный протокол авторизации O2.0, то данные авторизации, название ключей, они немножечко отличаются от того, что BITX24 передает в массиве реквест. Вот чтобы вашему приложению было совершенно начхать, откуда он токены получил, приводим все к единому виду и в дальнейшем используем. Сохраняем токены нехитрым путем. Все посмотрели внимательно на этот код и никогда так не делаем. Я себе могу сейчас для цели демонстрации себе это позволить, а вы не можете. Конечно же нужно сохранять это более правильным и эффективным способом, особенно если ваше приложение работает с кучей порталов. Вы изначально закладываете туда тиражную модель. Но надо понимать, что вам придется хранить разные токены разных пользователей для разных BITX24. Они как-то между собой должны дружить, вы не должны путаться. Запускаем наш примерчик. То есть сейчас мы как будто бы делаем установку приложения. Что мы получаем? Ну, собственно, мы видим результат того, что у нас приходит в реквесте. Мы видим второй массив уже в приведенном виде, который мы в дальнейшем будем пользоваться. Картинка с намеком для любителей классики, потому что приложение у нас устанавливает пользователь с административными правами. Вы понимаете, чьи вы токены сохраняете. Идем дальше. Второй файл. Внешний интерфейс нашего вот этого некого удаленного приложения. Внешнего ресурса. Мы попросту сведем его работу к тому, что он будет с какой-то периодичностью дергать серверный скрипт, который, собственно, и будет делать запросы по REST и обновлять токены авторизации. То есть, по сути, он будет делать вот эту всю черновую работу. А это как будто бы интерфейс, нарисованный для пользователя, в котором он тыкает кнопки, и что-то там у него происходит. Все очень простое. Самая главная часть. Это тот самый серверный скрипт, который и будет у нас работать с REST. Если вы обратили внимание, после добавления локального приложения, Bidrix24 сообщает вам два параметра. ClientID и ClientSecret. Это уникальные коды, которые привязываются к вашему приложению. То же самое он вам отдает, если вы добавляете приложение в каталог приложений 24. С одной единственной разницей. Если мы ставим локальное приложение, то вот эта пара идентификаторов, она генерируется для вашего приложения и конкретного портала Bidrix24. Если вы делаете тиражное решение, то вот эта пара ключей генерируется один раз, и насколько бы потом портал в ваше приложение не вставало, вам не понадобится другая пара вот этих ключей. Вы вот один раз ее возьмете, засунете себе в код в виде констант. Это секретная информация. Ее не надо никому давать. Это то, что вы один раз прошиваете в код, и оно больше не меняется. Именно после того, как вы добавили, заполнили карточку приложения. Что у нас дальше идет в коде? Дальше мы запрещенным способом получаем сохраненную авторизацию и вызываем одну из функций rest, а очень простую, она без параметров user current, да? Да. Который просто возвращает нам информацию о текущем пользователе, с чьей авторизацией мы вызвали, собственно, вот этот метод. Поскольку мы использовали авторизацию администратора, то этот вызов должен обвернуть имя, фамилию и прочие данные именно администратора. Если все это работало нормально, мы получаем JSON, дальше мы с ним делаем, что хотим. Тут, я думаю, никаких проблем быть не должно. Что такое вызвать rest? Это на самом деле очень простая процедура. Ну, реально, она сводится к двум вещам. Первый. Вы должны сформулировать, сформировать URL по конкретным правилам, очень простым. Вы берете адрес своего бидрикс24, с которым работает приложение, ну, из настроек берете или там прошиваете один раз в зависимости от… Обращаетесь к подразделу rest и указываете название того метода rest, который вы хотите вызвать. Все. Потом вы туда добавляете те параметры, которые для этого метода нужны, добавляя к ним вот единственную такую пару. Ну, в смысле не пару, единственный параметр, в который подставляете access код. То есть это тот самый код, который позволит rest выполниться. Либо отвалится с ошибкой. Если все прошло нормально, то в результате вы получаете JSON. Если все прошло… Ну, в смысле вы в любом случае получаете JSON. Но он либо содержит данные, которые возвращает метод, либо содержит сообщение об ошибке. Он вам, например, скажет, что ваш токен протух. Что мы делаем в этом случае? Вот мы анализируем, что нам вернулось. Если он протух, то мы пытаемся токен обновить. И после обновления еще раз вызываем тот же самый метод rest всеми же самыми параметрами, таким образом прозрачно продляя авторизацию, не меняя логики приложения. Как устроен внутри продление авторизации? Это тот же самый rest. Вот тот же самый принцип абсолютно. Только вы обращаетесь не к своему порталу Bittrex24, порталу, на который установлено приложение, а вы обращаетесь к серверу авторизации. У него тоже есть свой rest, он простенький, но самое главное, что там есть возможность, передавая ему client ID, client secret и refresh token, получить новую пару токенов. Новый access token и новый refresh token. Получили, сохранили, вернулись. Все, вот эту процедуру можно прекрасно использовать где-нибудь там на кроне, бегая по вашим ключам и обновляя их с нужной периодичностью. Реально все очень просто. Смотрим, что у нас получилось. Запускаем наше внешнее приложение, которое эмулирует пользовательский интерфейс. Вот он делает с какой-то периодичностью запросы к нашему серверному скрипту. При этом на каждую третью попытку он делает вид, что токен протух. Просто чтобы мы посмотрели, как этот серверный скрипт будет обрабатывать ситуацию. Но он ее совершенно спокойно обрабатывает. Мы дергаем user-incurrent, подставляя неправильный токен. Bittrex24 говорит нам, да что же вы делаете. Окей. Мы пытаемся продлить авторизацию, поскольку у нас вполне себе еще актуальный рефреш токен. Получаем новую пару ключей, сохраняем и тут же вызываем REST опять. Вот результат мы видим. Разве это сложно? Программирование вообще очень несложная вещь. Следующее, о чем я хотел бы рассказать, это REST коробки. Я думаю, многие слышали, что в прошлом году мы начали раздавать REST в коробочной версии Bittrex24. Для вас, как для разработчиков, на наш взгляд, это означает, что процедура разработки, она значительно упрощается. Вам не надо делать два разных решения для коробки и для облака. И для одного клиента вам, в общем-то, если вы делаете какую-то интеграцию для клиента на заказ, и вот он сегодня живет в облаке, а завтра он перешел в коробку, вам не придется переписывать те интеграции, которые вы для него напишите на REST. И, в общем-то, никаких переделок готовых приложений, которые работают в облаке, для переноса их в коробку делать не надо. REST тот же самый, принципы те же самые. Если работает в облаке, будет работать и в коробке. Но есть пара моментов, на которые я бы просто рекомендовал внимание ваше обратить. Ну, чтобы оно работало лучше. Во-первых, в отличие от облака, коробка может работать без SSL. И вот если вы вспомните метод вызова REST, когда мы формировали URL для вызова REST, там в явном виде был прописан наш DTPs, дальше домен и так далее. Вот если ваше приложение подразумевается для работы в коробке, вам все-таки нужно анализировать, стоит ли SSL на конкретном портале. И второй момент связан с версионностью. Если в облаке вы используете какой-то новый REST, а по определению в облаке доступен весь новый REST, который у нас выходит, и ваше приложение активно с этим REST работает, когда вы поставите приложение в коробку, может так оказаться, что там нужных версий модулей просто нет, и этот REST еще не доступен. Хорошая практика при работе приложения проверять, а какие методы для него доступны, а какие нет. Обрабатывайте эту ситуацию, предупреждая пользователя, что извини, рассылки не будет, потому что надо тебе обновление поставить. Давайте пройдем прямо по шагам, как это все очень просто делается. Сначала сделаем приложение для работы в облаке. Оно очень простое. По сути, оно строит отчет на основании выборки счетов для конкретного пользователя. Мы его сделаем для облака, а потом немножечко допишем для коробки. Запускаем. Ну, проходим всю ту же процедуру установки локального приложения. Можете еще раз внимательно на нее посмотреть. Оно очень простая. Давайте, может быть, мы ее пропустим немножко. Ну, единственное, только на что обращаем внимание, для этого примера мы должны дать права на модуль CRM. Пропускаем. Там была демонстрация. Ну, ладно, давайте досмотрим. К сожалению, кликером не получается видео листать. Не хочет он нам показать. Что там было? А что происходит вообще? Олег, Олег. Пробуем еще раз включить видео. Евгений, получается? Нет. А вот если я кликну, оно запустится? Я кликнул. Так, вот, окей. Ничего не трогаем. Пока работает. Собственно, все то же самое. Это будет приложение второго типа. То есть оно очевидным образом выполняется в рамках интерфейса Bitrix24. Никаких проблем с аутентификацией O2.0, там с сохранением токенов и прочего. Вот мы сейчас этим не будем заморачиваться. Оно просто запускается в iFrame. Bitrix24 туда отдает все нужные данные авторизационные. Мы их используем. И, в общем, получаем результат в интерфейсе. Вот запустили пример 2. Видим отчет. Все нормально. Он выбрал счета, посчитали сумму, что-то там с ними сделали. Идем дальше. Что нам нужно доработать, чтобы это адекватнее себя вело в коробке? Я сейчас нажал, а он меня, по-моему, проигнорировал. Окей. А ничего мы не меняем на самом деле. Логика приложения остается той же самой. Мы тем же самым REST'ом пользуемся. Все, что мы должны, это проверить, не находимся ли мы в коробке, сделать что-нибудь по этому поводу. И мы говорим, если мы в коробке, то мы должны проверить, а какие методы нам доступны. Вот, собственно, и вся дотелка. Как мы проверяем, выполняется ли приложение в коробке? Для этого есть REST. А для этого есть кликер. Очень простая вещь. Мы опять обращаемся к серверу авторизации. Не забываем сказать, что это делается по SSL. И дергаем один из доступных методов, называется AppInfo. Он, собственно, нам возвращает информацию об установке приложения на конкретный портал. Если мы видим, что memory type там равно CP, то есть core портал, мы понимаем, что вот это конкретное приложение с этими авторизационными ключами, оно на самом деле сейчас работает в коробке. Метод, по которому мы проверяем доступные методы, еще проще. Мы опять дергаем REST, но только уже не сервера авторизации, а все-таки вашего конкретного Bitrix24, на котором приложение работает. Получаем вот такой вот списочек и смотрим, находятся ли в этом списке те методы, которые используются внутри приложения. Все очень просто. Это вот мы перешли в коробочку. Давайте посмотрим, как оно там будет работать. Все то же самое. Там также есть локальные приложения. И это видео должно было уже давно запуститься. Должно оно было нажать на кнопочку добавить приложение. Ну и черт с ним. Ты можешь нажать? Олег пробовал. Пошло. Пошло. Собственно, все то же самое. Это еще раз я хочу подчеркнуть, что разработка на REST для коробки не должна отличаться от разработки на REST для облака. Все, что у вас в облаке работает, оно рано или поздно будет работать в коробке. То есть тут вопрос только в возможной версионности, поскольку не все обновления сразу до коробки доезжают. Во всем остальном это все одинаково. И в этом очень хорошее преимущество. Вы действительно не должны разбираться с двумя разными платформами для того, чтобы пилить интеграции. Ну, собственно, результат на лице. Все нормально работает. Мы не меняли код построения отчета. Как был, так и остался. Просто мы проанализируем, что у нас есть коробочка, и можем по этому поводу что-то там пользователю рассказать. Переходим к складному. Кого порадовала новость о вебхуках в Wittrex 24? Попробовал уже, кстати говоря. Ура! Нас она тоже порадовала. Кто попробовал? Сразу скажу, что в коробке она тоже едет, потому что это все тот же самый REST. Единственное, что пока это еще в быте лежит, но уже скоро, совсем скоро это будет в коробках. Чем хороши вебхуки для тех, кто не знает? Это такой способ работать с REST, при котором не нужно геморроиться с получением токенов. Вообще никак. Это все работает без OOS 2.0 абсолютно. То есть вы можете дергать весь тот же самый REST, но не заморачиваться с авторизацией. С одной стороны, это плюс для простых и быстрых интеграций, когда вам надо действительно быстренько что-нибудь запилить. Особенно если речь идет про интеграцию для конкретного заказчика, где вы понимаете, что вот есть его система, его локалка, вот битрикс24, быстренько запилили. Это не тиражная история. Вы не сможете воспользоваться токенами для написания тиражных решений. Ну, во-первых, потому что это не секьюрно. По сути, вам пользователи должны сообщать вот некий код. Вебхуки могут быть как входящие, так и исходящие. Ну, с входящим все понятно. Это вы каким-то образом через REST вливаете данные в битрикс24, ну, по сути, дергаете REST. Но есть возможность повесить свои обработчики на те события REST, которые происходят внутри битрикс24. Поменялась сделка, изменился статус лида, появился новый контакт. В качестве реакции на эти события вы можете дергать свой внешний обработчик, и вам ничего для этого не придется делать. Опять же, вам просто передадут туда информацию о том, что изменилось. А если вам не хватает стандартных событий, то вот есть еще CRM-роботы, в которых вы можете на статусы лидов и сделок вешать свои обработчики в каких-то сложных ситуациях, скажем так. Я сейчас буду демонстрировать пример с вебхуками, которые, в общем-то, сводятся тоже к достаточно простому кейсу. Есть некая внешняя система мониторинга. Она, например, видит, что кто-то там упал, что-то сломалось, и она начинает слать нотификации администратору в чате к битрикс24. В общем-то, очень понятная история. Идем в вебхуки, добавляем входящий вебхук, придумываем нормальное название для него, чтобы потом не запутаться, когда у вас их будет 150 штук там в списке. Даем вебхуку права на те модули битрикс24, которые вам понадобятся, потому что он же будет дергать REST. Если вы хотите дергать CRM и не дадите вебхуку права на CRM, ну, ни один метод не вызовется. После сохранения битрикс24 за вас уже все сделал. Он полностью сгенерировал весь URL вебхука, который вам потом потребуется. Вам не надо туда вносить никаких изменений, за исключением одной части нужно подставить тот конкретный метод REST, который вам нужен. То есть вот он URL, в нем есть три параметра, два не меняются. Первый параметр — это идентификатор пользователя, который сгенерировал hook. Дальше идет секретный код, который был автоматически сгенерирован, и он не меняется. Это та самая замена токенов авторизации. И вот сюда вы подставляете тот метод REST, который вам нужен. Приступим. Сначала опять же напишем имитацию пользовательского интерфейса, который тоже будет заниматься простой вещью. Она с заданной периодичностью будет дергать серверный скрипт, который при помощи вебхука будет кидать сообщение нашему администратору. А вот этот целиком весь пример — это тот самый серверный скрипт на вебхуках, в котором вообще больше ничего не надо делать. Мы сформировали URL. Вот взяли целиком вот тот URL, который нам битрикс24 дал, подставили сюда метод, который нам нужен — добавление сообщения в чатик. Посмотрели в документации, какие параметры для чатига нужны, сформировали эти параметры и тем же самым курлом тупо дернули URL. Все. Вообще больше ничего делать не надо. Ну, желательно, конечно, проанализировать возвращаемые ошибки, потому что вдруг что-то там сломалось. Вдруг пользователь удалил вебхук, который он вам дал. Но по сути это полностью работоспособный код, очень простой. Давайте посмотрим, как это все вживую работает. Открываем чатик и начинаем получать радостные сообщения о том, что у нас все пропало. Еще раз, для чего понадобятся вебхуки? Это отличный способ, когда вам нужно быстро залить, например, много данных из внешней системы и неохота заморачиваться с полноценной интеграцией. Сделали вебхук и в цикле залили все, что нужно. Это очень удобная вещь, когда вам нужно интегрировать ваш конкретный битрикс24 инхаус какой-то там внешней системы. Например, я не знаю, с веб-аналитикой. Сделка поменялась, поменялся статус, сработало событие об изменении сделки. Вы передаете соответствующие UTM-метки обратно в веб-аналитику. То есть масса сценариев, они не тиражные, это скорее заказная история. Но она очень удобная, она очень простая. Она не требует серьезного погружения. Ну реально любой разработчик, который возьмет документацию по REST, и все, что ему нужно, справочник. Он видит набор методов, получает этот хук. Ну не сформировать параметры для метода, это было бы странно, наверное, для программиста. Все, вот это вот все вещи, про которые я сегодня рассказываю, они все на самом деле показывают, что интеграция с битрикс24, но она простая. То есть вы всегда можете быть уверены, что если внешняя система хоть в каком-то виде данные отдает, вы их можете засунуть без переделки коробки, вы их можете без переделки продукта, и в облако, и в коробочную версию. Поскольку на самом деле примеров-то много, я сегодня показал только три, я не показал исходящие веб-хуки, а там тоже можно интересные вещи делать. Мы эти материалы, естественно, публикуем по нашим источникам. Самый правильный способ узнать о новинках, почитать о новшествах, задать вопросы, обсудить их. Мы на самом деле ждем и ваших замечаний, и ваших идей тоже. Проще всего это сделать в специальном битрикс24 для нашего комьюнити, для разработчиков тиражных решений Marketplace и приложений 24. Вот это вот URL с приглашением, вы можете прямо по нему прийти. Зарегистрироваться свободно на портале, получить доступ к самым интересным вещам. Ждем вас там, там и меня можно будет найти, задавать какие-то вопросы. Если вы не умеете пользоваться битрикс24, у вас есть e-mail, можете писать мне по e-mail. Тоже постараюсь помочь. Пара вопросов. Да, готов ответить на вопросы. Андрей, компания Fusion. Спасибо за доклад. Такой вопрос. При передаче модуля из облака в коробку вы упомянули, что нужно проверить, а доступны ли там методы. А вопрос такой. Вот при передаче в коробку часто все закрывают выход извне или в какой-то интерсети. Если нет возможности обратиться к аосу битриксу, как проверить? Ну, начнем с того, что если нет доступа из внешней сети, вы, в принципе, приложение там не построите никак. Потому что приложение-то хостится где-то снаружи. А, ну если оно первого типа, ну да, боюсь, тогда эту ситуацию нужно как-то обрабатывать иначе. Ну, точнее, не совсем иначе. Вы должны, наверное, как-то в самом приложении, может быть, предусмотреть опцию о том, чтобы пользователь сказал, я стою в коробке. Потому что вот этот набор методов, его коробка вам будет отдавать. Ваше приложение из коробки сможет получить набор доступных методов. Ваше приложение не сможет узнать, что оно в коробке стоит, если закрыт внешний доступ. А есть ли какая-то команда в этот список доступных, чтобы не возвращаться? Метод. Так и называется. Метод. Я его показал, там есть скриншотик. Я выложу все примеры в комьюнити, поэтому если вы не зарегистрируетесь, вы не увидите этого. Там будут примеры, собственно, берите, используйте. Не используйте только сохранение авторизации. Все остальное можно. Еще один последний вопросик. Да, Николай Смирнов. Может быть, вопрос, ответ уже был. Я прослушал. На презентации Таити говорилось о постановке задач из облака в облако. Задач из коробки в облако. Постановка задач из коробки пользователем облака. Я понял, да. Боюсь, что с этим вопросом вам лучше обратиться к нашим продуктам, в том числе к Юре Волошину. Это прямо сейчас разрабатывается. Это не теоретически, это практически. Уже практически есть, да.